Всем видно, наверное, да? Должно быть видно. Вот, вот. И еще в канал, который, собственно, Moscow Open Data Day, я уже скинул эту ссылку на репозиторий, где есть и данные в папочке дата, соответственно, и ноутбук с моделькой в папке модели, и ноутбук с парсером в какой-то еще папочке. Кажется, ютбутился. Вот, соответственно, давайте про парсер тогда пока опустим, это не так интересно. Ну, смысл в том, что я просто ходил по страничкам, там была вполне детерминированная ссылочка, которую можно было составить просто из названия аэропорта. Соответственно, переходим на эту ссылочку и забираем информацию по топ-перелетам. Могу даже показать, как выглядел этот сайт. Так, вкладки супер. Ест, конечно, откроется. Так, тут скобочка, уходи. Ну, в общем, сейчас он когда-нибудь загрузится, наверное, и мы тогда посмотрим на красивые данные. Вот, и в результате у меня появился, наконец, датасет, в котором у меня были оценки по ежемесячным перелетам, по объему между основными аэропортами мира. Плюс у меня был отдельный источник данных исключительно по аэропортам и их геолокации, и еще городу, к которому они привязаны. То есть, условно, если это аэропорт СВО, он привязан к Москве, у него такие-то координаты. Еще один датасет, там очень много датасетов открытых, это по населению городов. Чуть попозже узнаем, почему. Отдельно будем моделировать распространение заболевания внутри города. Есть специальные модели и для этого тоже. Как это не было? Да не знаю, нет, оно вроде как-то заработало. То есть, вот как раз этот сайт по перелетам. Я могу ткнуть условно в Москву Шереметьево, и он мне показывает все основные связи, куда можно из Шереметьево долететь по миру. Соответственно, если я открою страничку, посвященную этому аэропорту, то я увижу топ направлений и оценку ежемесячного числа перелетов по этим направлениям в сети. Единственное, что, конечно, эти данные не вполне надежные. В том плане, что здесь, во-первых, как я понимаю, данные за январь, то есть за последний месяц, соответственно, уже вступили в силу ограничения по перелетам из Китая, в частности. Соответственно, часть каких-то связей, часть перелетов мы уже здесь не можем увидеть. Это отдельная история. Нужно было потом восстанавливать эти данные и заполнять пропуски. Второе. Не все, конечно же, оценки перелетов здесь, в принципе, есть. Потому что, когда мы переходим на сайт аэропорта, он показывает только топ, например, 15-20 направлений, в которых, например, по 400 тысячи, там, еще сколько-то перелетов в месяц. Все, что ниже некоторого критического порога или просто у аэропорта слишком много связей, мы, к сожалению, уже не видим. То есть эти данные нам недоступны. И, опять же, нужно было придумывать какие-то эвристики для заполнения пропущенных значений в датасете, чтобы действительно для каждого соединения, которое есть на карте у аэропортов, можно было получить какую-то оценку числа перелетов. Так, ну и давайте, собственно, потихонечку поедем. Надеюсь, что сейчас все будет работать. Вроде бы работает. Вот, соответственно, да, основные источники данных, Flight Connections для перелетов, который был безжалостно распаршен, но там буквально два часа партия работает, и все данные загружаются. World Population Review. Там у них есть оценки по численности населения в городах и в странах. Опять же, не по всем, но тем не менее. И, наконец, данные от университета Джонса Хопкинса, который собирает информацию по зараженным, выздоровевшим и погибшим людям. Так, импортируем всякую всячину. Ну и давайте посмотрим быстренько на датасеты. Собственно, тот датасет по аэропортам, в котором у нас есть код аэропорта, как раз по международной классификации ИАТА. И есть город, к которому он привязан, название аэропорта, которое нам, в принципе, не очень нужно, страна, что полезно. И вот координаты, где этот аэропорт находится на карте мира. Это тоже полезно. В ГИМ все ненужное. И, собственно, 6072 уникальных аэропорта у нас есть. То есть данные достаточно большие. Второй датасет как раз из этого голландского сайта. А нет, это Connections. Это по всем связям между аэропортами, без оценки числа перелетов. И вот этот вот routes сайтик, это как раз оценка числа перелетов между всеми аэропортами. Ну и видно, что здесь у нас есть 67 тысяч уникальных связок между аэропортами. А при этом в перелетах есть всего лишь 28 тысяч. То есть значительная часть данных, к сожалению, была пропущена. Ну и можно сделать первичный такой анализ, построить красивую карту, куда мы просто отобразим координаты всех аэропортов мира. И уже красиво так вырисывается карта мира. То есть действительно аэропорты сейчас есть везде, в каждой стране. И для распространения коронавируса это очень полезно. Так, что мы делаем дальше? Берем, собственно, наши все связи по аэропортам. И теперь у нас есть проблема. Проблема в том, что не все оценки по числу перелетов у нас есть. Значит, нужно их чем-то заполнить. И у меня тут сейчас будет куча разного говнокода и эвристик по тому, как можно заполнить пропущенные данные, исходя из тех наборов, которые у вас все-таки есть. Потому что, к сожалению, никак иначе их достать нельзя, значит, нужно что-то придумывать. Ну, идея следующая. Почему бы не заполнить пропущенное число полетов каким-нибудь минимальным набором полетов, которые вообще свойственны для этого аэропорта? Например, если у нас это аэропорт Шереметьево. Мы знаем, что там 300 рейсов, не знаю, в Петербург в месяц, еще сколько-то рейсов в Париж, еще сколько-то рейсов еще куда-то и так далее, и так далее. Но, например, мы знаем только для первых 50 оценку этих перелетов. Теперь, какой может быть оценка для оставшихся связей для этого аэропорта? То есть уже ни о таких перспективных, ни о таких классных. Например, из Шереметьево в Усть-Урюпинск. Ну, например, мы берем какую-нибудь минимальную оценку, которая у нас есть у перелетов, то есть буквально минимум, и домножаем на некоторый потрясающий эвристический коэффициент 0,1, и говорим, что окей, ожидаем, что для всех остальных аэропортов максимальное число перелетов будет не больше, чем 10% от минимума для этого аэропорта. Почему 10%? На самом деле можно посмотреть. Если мы посмотрим на... Сейчас покажу. Картинку по всем перелетам, которые у нас не пустые, то картинка выглядит примерно следующим образом. Это данные с логарифмированной шкалой, потому что, понятно, большинство аэропортов летают не так часто, поэтому будет просто сильно скошенное влево распределение. Если мы применим логарифм, то получается чуть более хорошая картинка. Здесь у нас всякая ерунда. Обычно это африканские аэропорты, в которых буквально по 1-2 перелета в месяц. Здесь середнячки, и вот где-то здесь справа огромные-огромные аэропорты. Ну и видно, что у этого распределения есть очень характерный вид. У него два таких горбика. А значит, мы сейчас можем посмотреть, если наше заполнение данных приведет к тому, что финальное распределение будет похоже на изначальное без пропущенных данных, то значит, мы более-менее адекватно угадали. Ну и, соответственно, если мы посмотрим на уже заполненные данные, то действительно наша эвристика более-менее оправдывает себя. То есть да, мы получили несколько пиков здесь, из-за того, что заполнили часть пропусков единичками. То есть у некоторых аэропортов перелетов один раз в месяц. Ну, к сожалению, лучшее, что получилось. Но зато вот эти два горба прекрасно сохранились. И если бы я попробовал здесь взять не 0.1, например, а 0.2, 0.5 или еще сколько-нибудь, то есть увеличил бы число перелетов для этой связи, то мое распределение уже не было бы похоже на изначальное. Оно сдвинулось бы сильно вправо. То есть вот такой вот нехитрой проверкой я осмеливаюсь утверждать, что эта эвристика более-менее адекватна, и я могу использовать действительно эту оценку для заполнения пропусков. Теперь что мы делаем дальше? Составляем датасетик чуть-чуть более полный, присоединяем к нашим перелетам информацию о том, откуда и куда летел в плане координат. Это нам нужно будет для отображения потом красивых графиков и всяких картиночек. То есть теперь у нас есть полные данные. Откуда вылетает, куда летит, какие координаты были у вылета, у прилета, и сколько полетов в месяц там пресс осуществляется. Ну и оставшиеся там буквально 20 пропущенных значений, я просто заполняю медианой. Это примерно 22 перелета в месяц. Так, еще парочка датасетов. Оценка численности населения по городам. Это из открытого источника. К счастью, парсить ничего не пришлось. И значит, есть... Это у нас страны получается, оценка их населения, и всякие другие показатели типа площади страны и плотности населения страны. И потенциально можно плотность тоже завернуть в те модельки, о которых мы будем говорить, и как-нибудь их улучшить. И в принципе это все work in progress, поэтому я вас призываю, если вам интересно, поиграться с параметрами, посмотреть, что еще можно здесь делать, и в принципе поделать свою исследовательскую работу на уже открытых действительно данных. Второй датасет — это данные по населению в городах. Опять же, не для всех городов есть эти данные, и снова их придется заполнять какими-то эвристиками. Почему? Потому что здесь есть данные только для 1700 городов, а у нас уникальных — 3 с лишним тысячи. То есть примерно для половины, к сожалению, данные отсутствуют. Поэтому что можно сделать? Мы можем взять и посчитать, опять же, оценку числа населения в городе, как, например, пропорцию перелетов, которые из этого города осуществляются. Например, в Москве сколько у нас сейчас? 16, наверное, или 18 миллионов человек живет. И из всех аэропортов Москвы в месяц улетает, допустим, 4 тысячи рейсов. Такое большое значительное число. Если мы возьмем город поменьше, не знаю, Нижний Новгород, например, в котором, кажется, 3 миллиона человек населения, то, понятно, там будет гораздо меньше число полетов в месяц. И, соответственно, можно вот такую эвристику и воспользоваться, и из числа полетов, которые из этого города осуществляются, восстановить ожидаемое население в этом городе. То есть, опять же, такая эвристика. На самом деле, можно было еще спарсить Википедию, но этого я сделать не успел. Но, в принципе, да, заполнять города можно и чуть более адекватно. Просто взять, пройтись по Википедии по всем этим городам, собрать по ним данные, и все было бы прекрасно. Вот, собственно, у нас есть 73% пропущенных данных по населению в городе. А города нам, к сожалению, очень нужны, потому что для этого они нужны для моделирования распространения болезней. Ну, и если мы посчитаем, например, корреляцию наших числовых сейчас данных, то мы увидим, что число полетов, которые суммарно из этого города вылетают, действительно очень сильно положительно скоррелировано с населением в этом городе. То есть, коэффициент корреляции там 0,51. И это, в принципе, дает все основания полагать, что можно воспользоваться, опять же, такой эвристикой для восстановления этих самых данных. Как же все медленно строится, непонятно почему. Наверное, да, интернет. Сейчас я попробую открыть заодно вот эту вот ссылочку. Вот, собственно, если посмотреть на скатерплот, то действительно здесь такая слабая, восходящая линейная связь у нас видна между числом населения в городе, это по оси Y, он не подписалось, еще уж с какой, и по числу перелетов из этого города. То есть, действительно, какая-то корреляция прямая есть. Поэтому, допустим, если... Да, да, да. А у меня на самом деле есть еще... О, как хорошо, еще нет сети. У меня есть еще один ноутбук, в котором все заполнено. Вот, специально для таких случаев, но не факт, что он сейчас откроется. На GitHub-е там все... Да, на GitHub-е тоже все есть, но GitHub-е он некрасивый, и там нет интерактива, а у меня есть. И хочется, чтобы он здесь тоже был. Так, как же эта левая мышка-то и правая? Давай. Ну и вот, собственно, о чем я говорил. Допустим, возьмем Россию, текущая страна Россия, и суммарное население в России по тем городам, которые не пропущены, 67 миллионов 901 тысячи человек. То есть, для остальных, сколько у нас там много-много миллионов, у нас данных нет. И при этом суммарное число полетов из этих непропущенных городов у нас 49 674 в месяц. Соответственно, в магии и математике я могу разделить одно число на другое и получить коэффициент, который говорит мне, насколько пропорционально число полетов населению в городе. И вот таким вот нехитрым коэффициентом, который я считаю по всем вообще городам и странам, я как раз заполняю все пропуски в моем датасете. Вот такая вот интересная ивристика. В принципе, работает хорошо. Потом посмотрел, вполне себе адекватные численности населения получились, по крайней мере, для России. То есть для России я примерно понимаю, какие должны быть числа. И в принципе там 300 тысяч, полмиллиона, что-то такое получалось. Так что, скорее всего, этот метод тоже не так плохо. Но хуже, чем спарсить Википедию. Да, коэффициент, смотрите, я просто взял, да, для России это, ну если разделить 67 миллионов на 49 тысяч, то вот как раз получится, сколько должно быть примерно полетов на душу населения. Можно посчитать, если хочется. Сейчас я здесь попробую раскорячить. Вот, собственно, если мы возьмем эти 67, здесь еще и Ctrl-C не там. Ну какой ужас. В общем, если мы 67, 900, это были закрытые данные, поэтому никто не помнит и все забыли. Так, 674. Вот, соответственно, получается, что у нас 1366 человек на один полет в среднем. То есть, ну это такой коэффициент, который не имеет физического смысла никакого. Просто я заметил, что есть пропорциональное влияние численности населения в городе и числу полетов, которые из этого города совершаются. Ну это логично. Чем больше у тебя людей в городе живет, тем, скорее всего, больше аэропорт, и чаще они летают. Вот, собственно, это такой коэффициентик. Соответственно, если, например, в каком-то городе 10 полетов в месяц, то ожидаемое число населения в этом городе 13 тысяч человек. Не сильно много, какая-то деревня. Так, ну и последнее, что остается сделать при подготовке данных. У нас сейчас все наши полеты измеряются в месяц. То есть это число полетов, совершаемое в месяц. Те модели, которые мы сейчас будем строить, они работают на днях. Ну и, в принципе, на днях гораздо интереснее смотреть, потому что сейчас от начала инфекции прошло примерно 49 дней. Соответственно, оценка по дням нам как раз позволит посмотреть на динамику. Вот, с данными, в принципе, закончили. Есть ли здесь вопросы или идем дальше? А сколько в декабре появилась она? В декабре появилась она. И первые данные по заражению пошли публиковаться в начале января. То есть сейчас те данные, которые доступны у Джонса Хопкинса, то есть подтвержденные данные по числу заболеваний, они где-то с начала января. Так что получается примерно вот 50, наверное, уже с лишним дней. Вот. Все данные, если что, они доступны на GitHub. Ссылочка там будет, и потом тоже будет. Все можно будет посмотреть. Теперь поехали моделировать. У нас модель для распространения инфекции будет делиться на два больших уровня. Первый уровень — это сетевой. То есть у нас с вами есть сеть, граф большой, где у нас все аэропорты связаны друг с другом. И, соответственно, по этой сети у нас могут передвигаться зараженные самолеты и переносить с собой заразу. Второй уровень — это уровень города. Внутри города у нас есть число населения. Допустим, 18 миллионов человек, которые живут в Ухане. И из этих человек сколько-то были заболевшими в самом начале, в день ноль. Соответственно, мы будем моделировать, как распространялась болезнь внутри этого города от нулевого дня до, допустим, 50-го. И есть специальные модели, которые как раз это могут учитывать. И теперь мы будем отдельно моделировать для каждого города заболевание. Если из него вылетает зараженный самолет, прилетает в другой город, мы считаем, что этот город теперь тоже заражен. И в нем начинаем тоже моделировать распространение заболевания. И таким образом у нас получается вот эта двухуровневая моделька, где мы одновременно смотрим и на распространение в динамике внутри города, и на распространение в динамике по всей сети. Вот такое вот простенькое предположение о том, что это можно разделить. И первая часть модели — это буквально одна формула, которая будет считать нам вероятность. Давайте посмотрим, какова вероятность, что из конкретного города, ну, допустим, из Ухани, вылетит самолет, на котором будет зараженный человек. Если у нас в этом городе 10 миллионов человек, и, например, из них зараженных 100 тысяч, то мы просто можем поделить 100 тысяч зараженных на 10 миллионов, которые там всего есть. И получится, что раз у нас 10% там сейчас заражены, 1% получается, раз 1% сейчас человек там заражен, то самолет, который вылетает из этого города, с шансом в 1% будет содержать на борту зараженного человека. То есть тоже такое простое предположение. Есть гораздо более сложные модели, которые учитывают склонность людей к путешествию. Она может моделироваться для разных стран с разным ВВП, например. Насколько вы, как житель данной страны, склонны к тому, чтобы вообще выехать или путешествовать и так далее. Но у нас этого не будет, моделька попроще, и тем не менее она тоже неплохо работает. Соответственно, первое наше предположение — вероятность того, что самолет вылетает инфицированным, это число зараженных делить на общее число населения в этом городе на данный момент. Теперь давайте посмотрим, а какова вероятность, что сосед этого города, к которому прилетел самолет, будет заражен в этот день. Ну и поехали раскрывать. Это все равно, что единичка, минус вероятность того, что все самолеты, которые в этот день прилетели, были здоровыми. Логично. Теперь давайте посмотрим, что это за вероятность того, что все самолеты, которые прилетели в этот город, были здоровыми. Это вероятность того, что все самолеты из города А прилетели здоровыми, умножить на вероятность того, что все из города В прилетели здоровыми, и так далее, и так далее. То есть если у города, например, 10 соседей, то мы их считаем независимыми, конечно, потому что самолеты независимо друг от друга летают в этот город. И тогда у нас есть 10 отдельных вероятностей, которые перемножатся, и мы получим финальную оценку вероятности того, что все самолеты были здоровы. Здесь забыл равно единичка минус. Давайте я сразу вставлю, чтобы никто не пугался. Здесь тоже один минус. И, наконец, мы получаем следующую формулу. Вероятность того, что все самолеты из города А здоровые, это все равно, что один минус, число зараженных, делить на общее число населения в степени F, где F — это число перелетов из этого города в текущий. Например, если из Ухани в Пекин 10 перелетов в день совершается, и в Ухане сейчас вероятность того, что самолет зараженный, не знаю, 1%, то мы этот 1% возводим в десятую степень и получаем, соответственно, некоторое число того, чтобы все самолеты из Ухани были здоровыми. Сейчас посмотрим, как это, собственно, выглядит на уже чиселках, и будет немножко понятнее. Например, давайте предположим, что у нас есть два города. В первом городе заражено 10 человек. Также давайте с более простого примера начнем. Да-да, конечно. Учитывается в этом как раз и прелесть, что мы сделали вот этот финт ушами и сделали один минус все здоровые. Да, то есть, по сути, мы таким образом убрали необходимость считать, что там один здоровый, второй здоровый и так далее. Ну, просто все здоровые. Соответственно, хотя бы один больной наше событие. Вот, ну и давайте что-нибудь простое сейчас просчитаем. Значит, probability... Давай, подскажи мне что-нибудь. Это выполнено. Probability city infected. Ну и, допустим... О, подсказал. Допустим, в этом городе сейчас, не знаю, 5 человек больны. Всего в этом городе 100 человек живет. И, допустим, перелетов из этого города в наш текущий, не знаю, один в день. Логично, что вероятность заражения будет 0,05. Кстати, кто знает, почему там еще в конце 0,00, 0,00 и 4,4? Да, совершенно верно. Потому что нампай он вообще потрясающий. И это особенности питона. То есть, несмотря на то, что это должно быть просто 0,05, он округлил, скажем так. Вот, и, соответственно, таким образом я теперь могу добавлять еще какие-нибудь города. Допустим, есть еще один город, в котором 10 человек заражено. И в этом городе, например, людей 50 всего лишь. И, допустим, там еще и 2 перелета в день. То есть, прям большой такой шанс. Тут 1,5 заражены, еще и 2 перелета в день. Логично, что вероятность резко вырастает. Аж до 39%, что конкретно наш сейчас город заболеет из-за того, что к нему пролетели вот отсюда и вот отсюда. Ну, и уже для более таких крупных примеров. Допустим, у нас есть город, не знаю, в котором 10 миллионов человек, 20, давай, сколько здесь, 200 тысяч, нет, 100 тысяч, 200 тысяч человек. И, допустим, 150 перелетов. Здесь 100 заражены, здесь 200 заражены. Ну, вот если посчитаем такую вероятность, что они сейчас, наверное, выплюнут. Должен выплюнуть гораздо быстрее, но, наверное, сеть. Кстати, а этот не загрузился, нет, а этот не загрузился. Вот, посчитал, 13%. То есть, получается, что достаточно, чтобы в городе, в котором 100 тысяч человек заболело, 100, а в городе, в котором 200 тысяч человек, 200, чтобы все соседи этого города с вероятностью 14% в этот день заразились. Так что достаточно такие большие цифры получаются. Так, есть ли здесь вопросы с этой частью по распространению в сети? Или более-менее понятно, как это работает? Это не мне, но вроде понятно. Да, давайте. Да. Это вероятность того, что наш конкретно сейчас город заразится, если в него прилетят 100 зараженных из этого города, 200 зараженных из этого города, 100 рейсов в день из первого, 50 рейсов из второго. Тут немножко доков есть, которые можно будет почитать, да. А где здесь заражаются, может, помогают, что заражены? Мы считаем это тоже, да. То есть, да, да. В том городе, да, из которого летит к нам самолет, да, совершенно верно. То есть из этого мы как раз считаем, какой там процент зараженных, да. Здесь мы пересадки не учитываем. Считается, что если человек прилетел из одного города в другой, и он заражен, этот город тоже заражен. То есть здесь пересадки не учитываются. Так что если хотя бы... Да, здесь нет невероятности. Да, этого пока здесь нет. Это немножко по-другому моделируется. Сейчас тоже посмотрим. Вот, то есть верхнеуровневая для сети модель предельно простая. Мы просто считаем, сколько человек сейчас заражено, сколько раз летают самолеты, и из этого считаем наши вероятности. Теперь начинается самое интересное. Кто-нибудь знаком с такой моделькой? SIR. Немножко знакомый, да? Расшифровывается очень просто. Это suspected, infectious и recovered. То есть это люди, которые подвержены, то есть они могут быть заражены, suspected. Infectious, те, которые заражены, и они будут заражать других людей. И R recovered, это умерший и восстановившийся суммарно. Это очень простая модель, динамическая, при помощи default решается. По сути, мы моделируем при помощи двух коэффициентов. Как наша болезнь будет распространяться внутри города. Очень много есть различных вариантов этой модели с огромными предпосылками, с кучей разных новых коэффициентов. Это самый простой вариант, который в принципе существует. Посложнее чуть-чуть был бы, например, SEIR модель. Это suspected, забыл уже как. В общем, люди, которые подвержены заражению, люди, которые заражены, но еще не заражают, заражены и тоже recovered. Но в случае с коронавирусом, как мне кажется, SEIR больше подходит, потому что, судя по большинству публикаций, которые были в разных журнальчиках научных, инкубационный период, который 14 дней длится в среднем, он же является и инфекционным периодом. То есть человек, который заразился, он сразу же может заражать других. По крайней мере, из этой предпосылки я исходил, когда эту модельку делал. Вполне возможно, что что-то поменяется, будут новые данные, и можно будет в этом случае изменить модель на чуть более advanced, где учитывается еще и инкубационный период, как период, когда человек не заражает других. Основные параметры в этой модельке. Значит, что у нас здесь будет? Понятно, число населения в нашем текущем городе, оно у нас будет статичным. Число зараженных на день – ноль. Из него мы будем как раз отсчитывать, сколько людей будет заражаться в день первый, второй и так далее. И вот два самых главных параметра – бета и гамма. Параметр бета – это, по сути, infection rate. Насколько быстро будет болезнь распространяться, если у нас человек болеет, то есть сколько человек он заразит. И, наверное, если вы читали всякие разные новости, связанные с коронавирусом, то вы слышали про число R0, которое сейчас стало очень на слуху и очень популярным, и даются оценки от 2,4 до 14h. Собственно, число R0 – это как раз среднее число людей, которое успеет заразить больной человек. И вот в оптимистичном сценарии оно сейчас равно 2,4, по крайней мере, по данным, которые были посчитаны еще в Ухане. По пессимистичным он достигает 14. 14 – это капец, это хуже, чем не знаю кто. Если здесь кто-то есть, кто знает хуже, чем что, то можете сказать. Но, по сути, 2,4 – это уже означает, что болезнь будет сама себя поддерживать. То есть она никуда особо не уйдет, если с ней не бороться, потому что 2,4 – каждый человек заражает двух других, а не двух других, и это экспоненциальный рост получается. Но у нас есть второй параметр. Этот параметр – гамма. И он отвечает за то, что вообще-то люди умеют выздоравливать и еще иногда умирать. И как раз вот эта гамма – это коэффициент, который является рейтом рекаврии. Насколько быстро человек будет уходить из инфекционного периода. И, соответственно, в нашем случае это просто сумма mortality rate, то есть смертности и выздоровления. И, наконец, последний параметр – это число дней, просто сколько мы хотим, в принципе, моделировать. Ну, сейчас посмотрим, как это выглядит. Про саму модель, как она внутри считается, рассказывать сильно не буду. Если интересно, посмотрите. Это буквально набор из трех дифференциальных уравнений, которые моделируют на основании бета, гамма и входных параметров дальнейшее распространение болезни в городе. Ну, и сейчас на красивых картинках будет понятно, как это все выглядит. Как только мы дойдем до красивых картинок. Перед тем, как мы дойдем до красивых картинок, посмотрим на вот такую интересную картинку. Значит, смотрите. Этот коэффициент бета, он пропорционален, понятно, R0. То есть infectious rate должно быть пропорционально числу человек, которые заразит инфицированный человек в течение инкубационного периода. 14 дней, например. Соответственно, в самых простых моделях, которые я видел, этот коэффициент R0 и пропорциональному бета были фиксированными. И что не вполне прикольно. Я тоже пробовал с фиксированным сначала прогонять модельку, но в результате получается просто взрывной рост всех инфицированных, потом они быстро или умирают, или выздоравливают, и на этом все. То есть модель предсказывала, что буквально за 20-30 дней все закончится. Понятное дело, что это не совсем так. И один из вариантов, как можно замоделировать то, что болезнь вообще-то сначала идет быстро, потом немножко медленнее, потом только начинает спадать, это сделать динамику для коэффициента бета, ну или R0, соответственно. То есть, если мы, например, посмотрим на... Я здесь не открыл дашборд, да? Сейчас, давайте все-таки его... Ладно, потом откроем. Где-то должна быть картиночка. Error. Ладно, потом будет картиночка. Если бы вы посмотрели на дашборд от Джонса Хопкинса и посмотрели, как там выглядит число зараженных, то вы бы увидели, что картинка следующая. Сначала идет такой пологий период в декабре, в январе, когда было очень мало случаев. Потом идет резкий такой рост, чуть ли не экспоненциальный. И сейчас мы вышли на плато, где примерно одно и то же число заболевших репортится каждый день. Это для Китая. Если вы посмотрите, например, на Италию, которой сейчас очень больно, то там идет как раз взрывной экспоненциальный рост. Они сейчас на самой начальной стадии еще не смогли купировать это распространение. Соответственно, чем больше времени прошло, тем больше мер уже успели люди предпринять. Карантины, врачи, медицина, куча разных других ограничительных мер. И значит, человек, который заболел, уже имеет меньше шансов заразить, условно, 14 других людей. Поэтому что здесь я сделал? Вот такой вот логид функций. Это, правда, обратная к логиду, но не столь важно. Мы сейчас будем моделировать, как в течение первых 30 дней, почему 30, опять же, Джонс Хопкинс в сравнении с реальными данными, как в течение 30 дней должна меняться коэффициент бета, с тем, чтобы у нас сначала был медленный рост из-за того, что мало заболевших, потом взрывной из-за того, что у нас большой R0, и потом мы выходили на плато, когда после принятия всех возможных мер у нас люди наконец-то перестают заражать так много своих соотечественников. Ну и, например, если у нас, предположим, следующие циферки будут. Максимальный R0 равен 5. То есть это, опять же, средняя одна из оценок. Я решил не брать 14, потому что это слишком страшно. Пусть будет все-таки 5, такая более консервативная. И минимальный R0 1 и 1. Опять же, просто подбором для того, чтобы соответствовало реальным данным. То есть 1 и 1 – это означает, что болезнь, в принципе, не распространяется. То есть один человек заражает только одного себе подобного, но при этом она и не затухает. То есть R0 не меньше единички. И давайте теперь посмотрим на нашу модельку. Допустим, у нас есть Ухань, в котором 8 миллионов 364 тысячи человек в наших данных было. И, допустим, у нас есть 444 зараженных на день 0. Опять же, это по данным из Джонса Хопкинса. Теперь что мы делаем? Берем наш коэффициент бета, который мы только что замоделировали. Делим его на 14, потому что у нас есть инкубационный период. И какой-то там гамма придумываем. Сейчас мы гамму тоже будем подбирать. И говорим, что, например, давай на 300 дней нам замоделируем. Если мы такую модельку прогоним, то она будет выглядеть следующим красивым образом. У нас с вами есть изначально все люди, все население, как те, кто могут потенциально заразиться. Сосептибл, они наверху. Внизу красная линия – это люди, которые заражены. Соответственно, с течением времени у нас начинается процесс заражения. И видно, что он в какой-то момент достигает своего пика, и потом идет постепенно на спад. В то же время у нас есть рекаверт. Люди, которые успели переболеть, которые выздоровели, и вот оно идет, соответственно, вверх. Все. Это, по сути, вся моделька, которая на основании вот этих вот параметров, насколько быстро люди заражаются, коэффициент бета, насколько быстро люди умирают или выздоравливают, коэффициент гамма, может смоделировать распространение инфекции внутри города. Здесь есть огромнейшее количество предпосылок. Первое и самое важное то, что у нас гомогенная среда. Что это означает? Что у нас все люди общаются со всеми и потенциально могут заразить всех. Это главное предположение этой модели. То есть мы не учитываем, например, транспортную структуру города. Мы не можем сказать, что, ага, вот здесь вот больше плотность населения, они не будут, например, ездить вот сюда вот, там меньше будет заражаться и так далее, и так далее. Конечно, если у вас есть такие данные, можно попробовать усложнить модель, но для 7000 городов, наверное, будет проблематично. И куча других есть, конечно же, ограничений. Тем не менее, если сравнить те графики, которые мы сейчас будем получать с графиками, которые реально есть по числу зараженных, то они, в принципе, будут совпадать. Так что, похоже, даже простейшая моделька более-менее работает. Да, это очень интересная особенность. Да, 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 смотри, сейчас официально 106 тысяч человек, так называемые, то есть люди, которые официально, на весь мир, люди, которые официально подтвердились с диагнозом коронавируса. Понятное дело, что не у всех он проходит тяжело. Кто-то не обращается к врачу, кто-то не умеет диагностировать, и поэтому замечательные страны, например, африканского региона, они здоровые до сих пор. Но, скорее всего, это просто потому, что недостаточно финансирования, недостаточно средств на то, чтобы уметь диагностировать эту болезнь. Поэтому у того же Джонса Хопкинса, которым я все время здесь буду апеллировать, у них есть оценка, что примерно 10% всех случаев, они подтверждаются и репортятся, и видны в статистике, в официальной. Соответственно, можем смело домножать на 100, на 10, все эти цифры, которые мы получаем, которые мы видим, и это будет примерная граница реального положения. То есть сейчас, например, 106 тысяч зарепорчено, предположительно, в мире миллион человек, которые в легкой, конечно же, форме болеют. То есть не все они обращались к врачу. Это мы тоже сейчас будем использовать для модели. Да, это только один город здесь, в котором 80 с лишним миллионов человек, и вот по вот этому, например, моделированию получилось, что максимум там 1 миллион будет заражен, ну или что-то вроде этого. Сейчас посмотрим на чуть более адекватные данные. Да. Да, здесь сейчас 1,20. Да, сейчас расскажу, сейчас все будет. Значит, смотрите, здесь я скачиваю все данные, свеженькие, прям из как раз дашборда Джона Хопкинса. То есть здесь все есть и подтвержденные, смерти и выздоровевшие. Если посмотрим на первые, не знаю, там 10 графиков, которые сейчас, наверное, нарисуются. Давай. Ой, это мы как раз увидим ту картинку, которую я приближал при помощи вот этих вот линий. Вот, отлично. То есть видите, у нас плавный старт, экспоненциальный рост, и потом вышли на плато, которые сейчас продолжаются уже несколько недель, и это, в принципе, не так плохо. Хотя бы не растет дальше. Это просто разные страны, я здесь не добавлял лейблы. По сути, это провинции Китая или страны мира. То есть у них там есть разбивочка. Ну вот, например, давайте возьмем только Китай. Возьмем Mainland China, возьмем все те случаи, которые в этой стране, и возьмем реально всех подтвержденных. Делай так, пожалуйста. Возьмем всех подтвержденных, всех погибших и всех восстановившихся. И вот теперь уже посмотрим на красивый график, где все воси подписаны. Если он опять же загрузится. Ну давай. Так, заодно пока остальные пусть тоже грузятся. И этот тоже пусть грузится. Вот, собственно, все эти параметры, и бета, и гамма, я подбирал по фактическим данным. То есть буквально пока что ручками перебирал и смотрел, какие параметры, какое сочетание. Сейчас покажу. На графиках это будет скорее видно. По-моему, я потерял соединение с интернетом, и поэтому он не грузит. Давайте все-таки попробую вот это. Это число всех выздоровевших и всех умерших, да. Ну, процент точнее, rate. То есть меньше единицы, но больше 0? Меньше единицы, но больше 0. Да, 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 да. Нет, в принципе, если у вас все выздоровливают очень-очень быстро, он может быть больше единицы. То есть если у вас на число... Ну хотя в этом случае у вас заболевших не будет. Нет, все-таки да, от 0 до 1, скорее всего, будет. Эх, похоже, интернет у нас все. Да я здесь не подключусь. Вот эта бы штука открылась. Здесь все графики просто есть уже, но он не открывается. Ну вот. Подождем интернета, что могу сказать. Да, так и есть. На Амазоне просто лежит там. И считать удобно, и в принципе удобно. Ну, как-то да, не ожидал, что с интернетом будет настолько тяжело. Себе-то я бы еще раз дал. А вот здесь осложнение. Давай. В общем, да. Собственно, то, что я дальше хочу показать. Мы можем на основании реальных данных и тех графиков, которые там по тому же Китаю, например, видны, подобрать оптимальные коэффициенты гамма для recovery rate. То есть для бета мы уже знаем. Вот от такого-то, такого-то. Осталось подобрать recovery rate. Насколько быстро люди выздоравливают, быстро люди восстанавливаются. Плюс можно взять оценочки. Опять же, здесь графики все еще не построились. Уже фактического числа восстановившихся людей. С учетом, конечно же, инкубационного периода. То есть мы сдвигаемся на 14 дней и считаем, сколько уже есть восстановившихся по отношению к заболевшим людям 14 дней назад. И там тоже можно вычитать этот коэффициент. Сейчас в районе примерно 5 с лишним процентов в день получается. Те, кто выздоровел, я имею в виду. Да. Вот, отлично. Я сейчас буду статически это показывать, пока оно работает. Вот это график, который сейчас по Китаю общий. Это те данные, которые фактически реальные, но наблюдаемые. То есть здесь нет, очевидно, ненаблюдаемых случаев, которые не были включены в статистику условно. То есть действительно сейчас общее число зараженных в Китае под 80 тысяч подошло. Общее число выздоровевших быстро растет уже 55 тысяч. И погибших здесь не видно шкалы, там в районе 3 тысяч человек. То есть это фактические данные. По крайней мере, из них имеет смысл брать темпы. То есть сами числа брать отсюда бесполезно. Просто потому, что мы кучу случаев не видим. Наша модель моделирует совершенно по-другому. Она принимает во внимание все случаи, а не только те, которые обращаются к врачу. Поэтому отсюда мы можем брать темпы. Потому что, скорее всего, если люди, которые пришли и обратились к врачу вот в таком вот количестве, то и до всех остальных такая же динамика должна соблюдаться по смертям, по выздоровлению. Опять же, это еще одно из кучи-кучи предположений, которые, в принципе, есть в этой модельке. Ну вот о чем я говорил. Если мы возьмем общее число смертей и разделим на общее число выздоровевших, и сделаем там еще отступ 14 дней, то получается, что сейчас примерно 5% соотношения смертей к выздоровевшим. Это тоже можно использовать как раз для оценки коэффициента бета. Ну и давайте финальная картиночка. Значит, вот здесь я подобрал оптимальные уже все коэффициенты для гамма, для бета, для конкретно Уханя. Гамма получилась примерно 1,5%. То есть это и выздоровевшие, и умершие. Значит, так выглядит примерно график для этого города. Примерно на 40-50 день будет там прям совсем пик и плато по числу зараженных. И если мы теперь сравним фактически число с моделированным, то видно, что графики, в общем-то, друг на друга хорошо так ложатся и похожи. То есть это у нас фактическое число зараженных в Ухане. Это смоделированное число зараженных. То есть примерно цифры отличаются на порядок. И, кстати, здесь, видите, я делю на 0,1 число изначально инфицированных. Это, опять же, предположение о том, что то число, которое было в официальной статистике, оно не соответствует как-то актуальному числу заболевших на день 0. Поэтому мы учитываем этот 10-процентный коэффициент и говорим, что, ага, смотрите, в день 0 там заражено не 444, а 4440 человек, чтобы моделька быстрее стала все моделировать и распространять инфекцию. Ну и вот получается, что максимум там достигнется, когда будет заражено примерно 800 тысяч человек, что, в принципе, очень хорошо соотносится с 80 тысячами наблюдаемыми случаями, которые сейчас есть. То же самое для тех, кто восстанавливается и, собственно, или выздоравливает, или умирает. Динамика похожа, но вот чуть-чуть не дотянулась, потому что у CIR-модельки recovered он с таким слагом небольшим идет, поэтому хорошего совпадения не получилось. Возможно, если еще поиграться с параметрами, поиграться с коэффициентом бета и сделать его тоже динамическим, то есть вначале он, например, низкий, потому что плохо лечит людей, например, а потом он все выше и выше, потому что медицина развивается, то можно сделать такой вот быстрый тоже рост числа выздоровевших. Ну, я, конечно, попробую. Да, CIR-модель можно загуглить, там все будет. Я, конечно, собираюсь доки писать, но прям вот хороший рефакторинг, так что в продакшн пихать не гарантирую. Вот, теперь что нам остается? Здесь всякие разные функции, которые могу быстренько пробежаться. Что мы делаем? Объявляем несколько словариков, которые буквально будут кодировать из кода названия аэропортов в название города и обратно. Просто словари для вас, короче, вспомогательные штуки. Поехали. Значит, функции. Первое. Берет всех соседей текущего города. Это нам нужно, чтобы понять, например, из Уханя, куда могут потенциально полететь самолетики. Пользуемся NetworkX, замечательной библиотекой для питона, которая позволяет работать с графами. Ну, собственно, наша транспортная сеть – это как раз объект связанного графа. Значит, первая функция – берем всех соседей. Вторая функция – берем все здоровые аэропорты. Почему? Потому что нам, например, интересно, какие аэропорты из соседей Уханя еще не заражены, то есть куда потенциально инфекция может прийти в текущий день симуляции. Обратная ситуация – получить все зараженные аэропорты. Это нужно для того, чтобы, например, мы в текущем незараженном городе хотим понять, откуда потенциально могут прилететь заразы. Мы берем, соответственно, всех зараженных его соседей. Ну и так далее, и так далее. Еще несколько вспомогательных функций. Ну и, наконец, последние две самых главных функции. Три. Кажется, да, три. Это, первое, расчет того, что у нас текущий город будет заражен, то есть вероятность того, что он будет заражен. Второе. Считаем по всем соседям эти вероятности, для того, чтобы как раз посчитать финальную вероятность. В ней же прогоняем СИР-модель для города, который все-таки был заражен. То есть здесь, видите, если у нас вероятность меньше, чем infection probability, этот город объявляется заболевшим, то есть с него прилетел самолет с заразой, все, он заболел, и мы прогоняем до этого города СИР-модель. То есть получается, например, в день 0 у нас есть Ухань. Из него в день 1 самолет летит в Пекин, заражает Пекин. Для Уханя мы уже знаем всю его СИР-модель. Мы знаем, какое там будет число зараженных для дня от 0 по 50. В общем, все детерминировано. Для Пекина то же самое, но начиная уже с первого дня нашей симуляции. Мы тоже прогоняем до него модель и точно так же получаем все оценки для зараженных и так далее. Так, ну и наконец, если все это прогнать и все это сделать, то получится финальный и очень красивый результат. Кстати, о, это тоже заработало. Сейчас давайте я все-таки попробую докрутить здесь до конца, потому что там очень классная визуализация. Так, это все не так интересно. Вот, pickle нам понадобится. Иди сюда. Pickle. Так, что там у нас по времени? Еще полчасика есть. Отлично. Загружаем. Поехали. Во, супер. Отсюда тогда пойду. Значит, симуляция очень медленная. Прям трешово медленная. Я прогонял 50 дней. Это занимает примерно 4 часа. Почему так происходит? Изначально у нас, понятно, один город заражен. Не так сложно взять всех его соседей, даже если это большой центр. Там 200 соседей. Окей, взяли все 200 соседей. Взяли всех соседей и этих соседей. И перебрали всех зараженных. В общем, быстро прогнали симуляцию. На следующем шаге у нас, например, зараженных уже 3. А значит, у нас получается такой экспоненциальный рост. Там, по сути, n в кубе получается сложность у этого алгоритма из-за кучи вложенных циклов. И чем больше зараженных источников есть, тем больше нам нужно проверять аэропортов их соседей. И тем больше у нас будет, соответственно, опер итерации для расчета вероятности и так далее, и так далее. Скорее всего, это можно векторизовать, но в 6 часов утра не додумался, как это можно сделать. Да-да-да, это поиск в ширину. Да, совершенно верно. Причем двойной. Потому что сначала нужно найти все города, которые рядом с инфицированным городом находятся. А потом для каждого города, который потенциально может быть заражен, найти все города, из которых в этот город может прилететь зараженный. Потому что нужно учесть все варианты. Ну и давайте посмотрим на классные картиночки. Значит, первое. После симуляции, которая длилась 50 дней, ну то есть как раз то, что у нас сейчас наблюдается по миру, что у нас есть? Это число зараженных городов с течением времени. Ну и здесь получается, что, например, не кумулятивное число, в смысле, сколько в день заражаются городов. Кумулятивное, ну понятно, будет побольше. Суммарно 700, по-моему, сколько-то городов должно быть заражено. Значит, стартуем с Уханя. Понятно, не очень много городов заражаются. Случайным образом соседи какие-то заразились, потом совсем никого-никого. И потом видно, что в некоторый критический момент времени, когда заражены основные хабы китайской транспортной сети, начинается, собственно, глобальный нехороший сценарий, когда зараза начинает распространяться за пределами Китая, попадать в новые хабы и распространяться оттуда. И здесь очень такая интересная штука есть под названием иммунизация сети. К сожалению, в этом исследовании его пока что нету. Конечно, оно будет, так что подписывайтесь, ставьте звездочки, pull request и вот это все. Но, тем не менее, можно продолжить и сделать следующее. Смотрите, например, в Китае нашли заразу. Кто-нибудь играл в Plague Inc? Наверное. Вот, отлично. В Китае нашли заразу. День ноль. Через некоторое время понятно, что в Китае уже как бы все, надо закрываться, да? Значит, можно смоделировать в нашей сети уменьшение числа полетов и посмотреть, как это отразится на нашу сеть. То есть, например, взять и буквально перекрыть границу с Китаем, как вариант. Скорее всего, вы увидите, что уже слишком поздно была перекрыта граница, когда она была перекрыта, потому что, опять же, ненаблюдаемое число зараженных значительно выше, чем зарепорченное. Поэтому, когда спохватились, было уже сильно-сильно поздно. Но, тем не менее, такие ограничительные меры, они реально работают и реально останавливают заражение сети. И очень много разных есть интересных методов по нахождению вот этих вот хабов в сети. То есть, условно, если у нас будет заражен Сколково, ой, Сколково, Шереметьево, СВО. СКО и СВО, да. Вот, если будет заражен Шереметьево, это не очень хорошо, потому что из Шереметьево летают вообще везде. Если будет заражен, кто там у нас самый популярный есть? Есть Домодедово, нет, наверное, еще есть... Да, вот Жуковский, который вообще no name. Вот его как бы не жалко, да. Если он заразится, ну, какой-нибудь там лоукостер куда-нибудь полетает, это не очень много перелетов. Соответственно, вот в этой сети, вот этот взрывной рост, это большое спасибо хабам. Почему? Потому что Ухань, например, связан с Парижем, кстати. Париж оттуда заразился. Ухань связан, конечно, с Пекином. Пекин связан вообще со всеми. И в результате заражаются сначала самые главные ноды сети. Те, которые связаны с наибольшим количеством других соседей. И это как раз самое стрёмное. И, в принципе, в любой работе по распространению заразы в сети, неважно, это компьютерная сеть, распространение вируса, это социальная сеть, распространение фейковых новостей или картинков с котиками. В любом случае у вас будет вот эта нода-инфлюенсер, та, которая обладает наибольшим количеством, например, вхождений или выходящих узлов. То есть она будет кластером, центром. Если он заразится, всем соседям капец. Просто потому что он такой большой и крупный. И транспортная сеть – это прям классический прекрасный пример, где есть эти мощные огромные хабы, заражение которых ведет к заражению всего и вся. Вот. Ну и давайте теперь смотреть на страшные штуки. Значит, результаты выглядят следующим образом, уже подкорректированные. Значит, что у нас есть в нашем датасете? Источник – город, из которого пришла зараза. Понятно, для первого это сам город. То есть Ухань заразился сам по себе, спасибо рынку. Дальше у нас в нулевой день заразился еще один город, который явно связан с Ухань, и там много перелетов. Потом еще один город – НСИК, Кунминг и так далее. То есть здесь у нас идут дни нашей симуляции. Остается сделать только красивую штучку, дополнить наш датасет теми координатами, которые мы получали в ранних датасетах. И теперь у нас есть полный набор данных для демонстрации результатов. Да, это стахастический, вот из-за… Сейчас покажу. Вот, где же ты, где же ты, где же ты? Вот, из-за вот этой единственной строчки. Когда мы считаем вероятность того, что город будет заражен в текущий день, при условии, что в него прилетели отсюда, 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 с такой-то вероятностью. Это прекрасно будет. Оно… Я не знаю, потому что 5 часов она шла. Я очень хотел, чтобы было 10, 20, 100 симуляций, чтобы получить доверительные интервалы для вероятности и так далее. И потом красивые можно делать визуализации. Как только я догадаюсь, как это сделать быстро, вот, я надеюсь, что смогу. Пока что я мультипроцессинг навернул, он хотя бы позволил не ждать сутки. Так, пум-пу-рум-пу-рум-пу-рум, где это? Вот это. Все, у нас вот этот датасет, теперь мы по нему будем смотреть, как, собственно, зараза распространяется по сети. Если кто-нибудь когда-нибудь работал с картами в питоне, то я вам очень сочувствую, потому что карта в питоне – это жесть, как сложно устанавливать. То есть, понятно, есть плотли. Плотли великолепен, он прекрасен, он классный и интерактивный, но он жутко медленный. Один график строится несколько секунд, особенно если это график по нескольким тысячам городов на огромной площади и так далее. Поэтому нужно было что-то более легковесное. Раньше был бейзмап. Бейзмап теперь кинули год назад, сделали картопай вместо него, и этот картопай очень тяжело ставится. Вот если вы захотите повторить все эти манипуляции с визуализациями, то вам придется немножко попыхтеть и все-таки поставить эту библиотеку, как раз для того, чтобы красивые картинки строить. Так, последнее, что мы делаем. Собственно, смотрите, граф объявляем, то есть, всю нашу сеть, и говорим, что в эту сеть у нас попадут все наши города зараженные. Источник, источник, target, destination. То есть, это у нас направленная сеть получается. Откуда? Куда? Направленный граф. Ну и теперь давайте эту красивую функцию обернем в еще более красивую функцию, и сейчас у меня все нарисуется и будет работать с первого раза. Давай. Давай. Это были последние пять минут перед началом, я таки нашел, как это сделать. Но строится все-таки долго. В общем, сейчас что здесь происходит? Х — это день симуляции, в данном случае это ноль. Y отвечает за то, как картинка строится. Если только nodes, это означает, что будут показаны только города, то есть красные точки на карте, которые заражены. Если я укажу второй аргумент, который называется nodes and paths, то я, соответственно, буду строить и ноду, и откуда она была заражена, то есть ее коннекшн, ее связь. И пока еще ничего не строится, поэтому ждем. Могу, наверное, показать здесь. Да, вот, собственно, этот день... Что-что? Матл Билл сделать. Да-да-да, конечно. Я еще поэтому хотел. Матл Билл быстрый. Просто картопай используется для построения как раз карты мира. То есть вот такая штучка сейчас должна получиться, как только она здесь прокорячится. Что здесь происходит? Вот у нас Китай, вот он Ухань, и вот два его соседа, которые заражены. Вот они, такие красные точечки. Если бы я сейчас здесь выбрал, например, вместо nodes, nodes and paths, то... А, кстати, может, ты работаешь? Нет, ты не работаешь, да? Нет, походу не работает. Эх, ну, в общем, еще немножко тогда подождем, и надеюсь, что все-таки он построится. Да, это, наверное, все-таки из-за интернета такая здесь быстрая визуализация работает. Но если вы прогоните этот ноутбук, то буквально можно выбрать, например, день симуляции и увидеть, какие города к этому моменту заражены, какие страны, откуда они были заражены, что источник. Это достаточно прикольно посмотреть. Ладно, пока это строится, давайте покажу красивые картиночки. Значит, это, собственно, все данные, которые вообще есть. Это все-все-все аэропорты мира, по которым у нас хоть какие-то наблюдения есть. То есть вот такая красивая визуализация. Есть, понятно, огромные хабы в Китае. И там, кстати, больше всего перелетов в мире каждый месяц. В США, в Европе и вот в Азиатском, в принципе, регионе. Россия такая пустая, Африка тоже очень пустая. Что, все еще никак? Все еще никак. Жаль. Ну ладно. И вторая картиночка страшненькая. Это Ухань и все города его соседей, с которыми есть авиасообщение и какое-то осмысленное число перелетов в месяц. Ну и видно, что китайцы очень любят Францию, очень любят Париж. Вот. И увидеть Париж и умереть. Вот. Это как-то да, теперь. Вот. Ну, собственно, видно, что действительно это огромный хаб, который в центре Китая находится, который связан с основными городами. Если построить для Пекина, то Пекин вообще связан со всем миром. То есть это и Вашингтон, и Лондон, и другие столицы мира. Вот. Так что распространяться, конечно, может быстро и эффективно. Ну давай, пожалуйста. Че ж не там, не там-то. Так, а здесь тоже нет. Неа, здесь тоже нет. Попробуй перезагрузить вдруг. Да-да-да. Да ну, я не знаю. Прям хоть раздать интернет, что ли. Пару еще раздадится. Подгрузился, что ли, да? А, вкладчик подгрузился. Не факт, что там запущена картиночка. Сейчас глянем. Хотя подозрительно быстро загрузился. Так. Э. А, не, он просто упал, да. Скоро, что я не буду. Не, он вообще мертвый какой-то здесь. Пум-пурум-курум. Ну давайте попробуем, что ли. Мало ли. Так. Караметры сети и интернет. Ой. Сюда. Да. Через провод? А, я не знаю, если ты умеешь. Класс. Ну-ка. Так, хорошо. Давайте попробуем сделать вот это. Если будет так же медленно, то... Ага, е-е-е, все, поехали. Ща, ща, не дышим. Так. Значит, это день ноль, да? День ноль, у нас заразились вот эти два города. Поехали распространять заразу. День один. Так, магия не произошла. Но он ждет. Эх, ладно, счастье недолго продолжалось. День два. Не, все равно медленно. Ладно, все-таки попробую. Пока строится как раз. Так, попробуем. Все закрыли глазки. А, он что-нибудь еще уходит? Так, наверное, к чате танкинс. Русские. Русские, да? Точно? Нет, показано. Пускай они. Есть. Так. Пять. Семь. 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 Поехали. 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 Нет. А, ну, да. Потом отключу. Так. Ну, хорошо. Ты работаешь? Сейчас. Да. Во. Вот. Поехали. Значит, день ноль. Понятно. Из Уханя заразились вот эти ребятки. День один. Добавился еще одна нода вот здесь вот. День, допустим, пять. Шпык. И у нас уже в Китае заражаются основные хабы на пятый день. День, не знаю, десять. И у нас уже практически весь Китай заражен, в том числе несчастные уйгуры. День двенадцать. Все еще в Китае держимся. А, нет, вот уже пошло в Гонконге есть и в Южной Корее тоже есть. Так, двенадцать. Четырнадцатый день. В Японию подобрались. Гонконг не Мейнлэйд Чайна. Они дифференцированы, да. И вот мы долетели в штат, который, кстати, по-моему, они в чрезвычайное положение ввели. Нет, вот штат Вашингтон на севере ввели в чрезвычайное положение. Ну, в общем, какой это Весткоуст или Исткоуст, я не знаю. Они все там позараженные стали. Так, ну поехали дальше. Семнадцатый день. Давайте уберу пока что. Что, почему? Почему? Ага. Пока не долетели. Вероятность была слишком низка. То есть не так много, значит, полетов. В США, значит, было чуть-чуть побольше. Да. Сейчас давайте вернем все-таки эти картиночки. Нет, по-моему, в США, да. Эта стахастическая модель, конечно, нужно гонять ее много-много раз. И только тогда получать уже результаты, которые более-менее адекватные. Вот. Понятное дело, что здесь это одна-единственная симуляция на 50 дней, что не очень много. Но, в принципе, давайте сейчас посмотрим 22-й день. Кстати, на среднего возраста вы говорили, что есть ключи-то, кто-нибудь особенно вцепляется к пожарным. Но с этого надо связаться? Конечно, можно. Как я уже говорил, у меня есть... Да, во-первых, у меня есть... Безусловно. То есть в этом и был смысл. Взять что-то очень простенькое, посмотреть, как это работает, а дальше усложнять. То есть я над этой штукой еще явно буду не одну неделю работать и продолжать ее усложнять. То есть первое, что есть, это плотность населения в стране. Очевидно, что от плотности зависит, насколько быстро вообще люди будут заражать друг друга. Условно, в Финляндии это как бы один с половиной человека на квадратный километр. И там люди далеко друг от друга, там не позаражаешь. В Китае плотность населения 1400 человек на квадратный километр. То есть явно, что infectious rates должен быть гораздо выше. Это первое, что можно учесть. Второе, что можно учесть, почему бы не взять ВВП? Потому что ВВП это прокси того, как государство будет тратить на здравоохранение. Пожалуйста, здравоохранение это прокси того, как люди будут выздоравливать. Вы еще усложнили модель. И так далее, и так далее. Возрастное распределение вообще шикарно. Тот же Египет, там все молодые. Там средний возраст людей 25 человек. Япония, там средний возраст, ну не 80, конечно, но 80-летних там очень много. То есть от этого тоже будет зависеть распространение вируса. Но опять же, это очень значительное усложнение модели. Вот, поэтому можно попробовать. И я, в принципе, поэтому делюсь всеми данными. Очень хочется посмотреть, как кто-то попробует. Ну и вот, кстати, давайте 23-й день, да? Значит, 23-й день. У нас немножко Европы заражено. Вот они из Китая прилетели в Париж, в Голландию. Не вижу еще куда и еще куда-то. И теперь Европа, потому что хабы заразились, Шарли Гольд заразился. Теперь на 25-м шагу у нас уже вся Европа пошла заражаться. Вот у нас уже есть здесь и, кто это, Швеция, и Португалия, и Испания, и куча разных других ребяток. 26-й день. Ой, скоро подойдем до 28-го дня и будет 28 дней спустя. Хороший фильм. Сейчас 26-й день. То есть весь Китай заражен. Европа заражена. Москва. Привет. И США тоже основные города заражены. Давайте махнем на 28-й день, чтобы прям отсылочка к фильму была. И построим все картиночки, которые есть. В смысле, по модели? Да, да, да. Вот, собственно, какой-то 50-й или что-то такое. Ну вот официальные данные пошли с начала января. То есть с начала января до какой у нас сегодня, марта, седьмой. Вот. То есть на 28-й день получается, что вот у нас так весело мир начал заражаться. Действительно уже ни одного континента незараженного нету, что тоже соответствует реальности. Ну и давайте посмотрим на день какой-нибудь 30-й. Пум-пу-рум-пу-рум. Пык. Терекский скриншот, Терек, попугать людей? Можно. Но я тогда с компаса своего уже отправлю. То есть вот, например, 30-й день. Уже Россия и Мурманск, и Питер, и Москва, и еще куча других стран. Весь Китай, вся Азия, Европа в огромном количестве. Ну и как бы дальше, вы понимаете, будет не сильно лучше. Какой-нибудь 35-й день. Пык. У нас добавилось еще куча связей. Ну и давайте последний день симуляции, 46-й день. Весь мир. Нет, это между городами внутри стран тоже, да. То есть в чем как раз прелесть? Есть статистика открытая по перелетам между странами. Но это не так интересно делать, потому что не получится вот такой сложной модели по распространению. Здесь в каждой стране большая часть аэропортов перечислена. Для каждого города, в каждом городе есть свое население. То есть все это прям отдельно моделируется на уровне городов и потом на уровне сети. И в результате получается вот эта суммарная картиночка. Ну и давайте сейчас уберем, оставим только ноды. Вот это все те страны, которые по одной симуляции, опять же, по вот этой простенькой модельке с кучей предпосылок, которые не всегда выполняются, должны быть заражены. Да, можно. Через год посчитается. А то так, да, вообще без проблем. Тут как бы только вставить вместо 40, 360 и поехали. Вот, но в принципе, это как бы базовая сейчас визуализация по распространению. Понятно, что дальше хочется посмотреть на визуализацию, а как в это же время у нас число зараженных, например, да, себя вело по всем странам суммарно для каждого дня. А как число погибших, а как там и так далее, и так далее. Сравнить, опять же, это с реальными данными, посмотреть, насколько это совпадает. Но в принципе, вот по такой вот одной прогонке, по тому, как я посмотрел это на Китае, как это распространяется по миру, кажется, что даже такая простая модель в принципе работает. Просто потому, что действительно распространяется все через в основном самолеты. Самолеты летают, статистика у нас есть, население, статистика у нас есть, и вот такая моделька вроде как работает. Так что давайте финал. Не сказал бы, потому что здесь ты оверфитнешься сразу, у тебя есть 40 точек, которые ты фитишь, 40 точек и один параметр. То есть здесь в чем может быть проблема с оптимизацией? Ты можешь зафититься только на начало, например, распределения, на начальный хвостик. И здесь как раз глазки нужны, чтобы ты увидел, ага, вот тут вот потом плато, потом выезд и так далее. То есть, конечно, хочется все автоматизировать и прям вот у меня реальные данные, вот моя модель, сейчас я обучусь. Но здесь как раз а-ля академ-среда, в которой ты должен глазками проверить, убедиться, что эти параметры вообще имеют смысл и только потом пихать их. Здесь, в принципе, есть немножко оптимизации, потому что СИР-модель, она, по сути, считает, решает систему дифуров. Так что, в принципе, какая-то оптимизация здесь, конечно, есть. Но вот прям, чтобы параметры подбирать, можно попробовать? Как бы, я не пробовал, поэтому не знаю. Кстати, где прятаться? Мадагаскар неплохо. Гренландия стандартная, да, там хорошо. На Дальнем Востоке, ну, там, может, аэропортов просто не было у меня в датке. Сейчас посмотрю. Может быть, были. Владивосток. А где моя картинка-то? Сейчас, одну секунду, я хочу найти картинку со всеми аэропортами и сравнить, что из этого заражено, а что нет. Во. А, нет, кстати, да, Дальний Восток не заражен, потому что мало, значит, рейсов туда. Вот эти города пока не зараженные. Да, кстати. Это хорошо. Да, да, да. Да, да, да. Опять же, можно попробовать и дополнить модель другими транспортными сетями. Есть такая огромная-огромная модель, ГЛИА называется, Г-Л-И-А. Это ребятки из тоже кучи разных универов, собрались такие, взяли данные по всему, чему они нашли, и они сделали очень прикольную вещь. То есть у них есть перелеты, у них есть транспортные сети, ну, буквально дороги, да, автобусы, условно, поезда и пешочком, если кто-то ходит. И самое потрясающее, что у них есть, они всю карту мира разделили на квадратики размера 25 на 25. То есть у них получается не гомогенная СИР-модель, когда у нас есть просто город, там все друг с другом, да, а у них пространственная СИР-модель, когда у вас есть ячейка 25 на 25, у которой есть плотность населения, транспортные, в общем, вся статистика по ней. И есть соседи, которые будут заражаться относительно этой конкретной точки в пространстве. Это супермощная модель, очень классная, но она тоже и закрытая, и платная, и как обычно, в общем. Поэтому здесь из говна и палок с открытыми данными, которые спаршены отовсюду, с заполнением пропусков, как умеем, тем не менее, получился достаточно интересный результат, который, в принципе, не стыдно показывать, и хочется работать над ним дальше. Вот, на этом у меня все. Чихайте в локоть, мойте руки часто, не болейте. И будьте здоровы, в общем. Спасибо. Да, ссылка уже есть в Телеграме, в канале. В, собственно, msk. Забыл опять, open.dataday. Вот, msk.open.dataday. Или, если хотите, можете… Да, здесь все слышно. Вот, можно, если что, сфотографировать вот эту ссылочку на репозиторий, там все-все-все. А из вашей модели есть оценка уже того, закончится вообще распространение вируса? И когда это будет? Очень хотел сделать. Проблема как раз… В принципе, это все есть. То есть, теоретически, по моей модели, через еще 120 дней примерно. Потому что я такие параметры ввел, которые вот этот пологий подъем учитывают, значит, дальше будет пологий спад и так далее. Но, опять же, хочется, конечно, это замоделировать и дойти до, условно, 150 дня в модели именно в симуляции. Но для этого нужно сначала ее оптимизировать, чтобы там хотя бы где-то векторные операции были нормальные. Мне кажется, еще очень важно добавить все-таки, как это, учесть модель, ну, модель появления новых людей. Дело в том, что, суть в чем, что одна из гипотез есть же, что болезнь станет циклической. Да, 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 что заражаются повторно. Не затухнет до конца никогда, да, как бы. Да. Вот об этом, то есть, если мы не собираем. Да, есть, опять же, расширенная, еще одна расширенная версия SIR-модели, где из recovered степени, с какым показателем epsilon, человек может снова попасть в те, кто потенциально могут быть заражен. Но пока что слишком мало таких подтвержденных случаев, поэтому, может быть, все-таки не придется такое моделировать. Ну, вроде бы есть, не у многих людей повторно нашли, к счастью, так что, наверное, все не так страшно. Вот сейчас из реальных действий, типа, там, Турция запрещает граждану приезжать Израиль, сказала, из Франции, не приезжать. Вот из этой модели, я не поняла, вот подобного рода ограничения, они бессмысленны, если аэропорт уже заражен, условно говоря? Они бессмысленны, если из этого аэропорта уже прилетели самолеты, которые заразили ваше население. И так как слишком поздно детектируется большинство случаев из-за того, что длинный инкубационный период, без симптомов могут люди путешествовать, ну, до банального, вот эти вот скрининги, где там температуру меряют в аэропортах, 30% могут отловить, потому что все остальные вообще-то без температуры и нормально себя чувствуют. Поэтому эти меры, они работают, они реально работают, они снижают число тех людей, которые прилетят и будут заражать всех остальных. Здесь у нас модель достаточно простая, то есть к нам кто-то прилетел, вот мы от этого количества и начали считать распространение заражения. Но к вам же могут еще прилететь, еще прилететь, у вас количество зараженных увеличивается, увеличивается, поэтому ограничительные меры, конечно же, хорошо. Это работает и это правильно. Другое дело, что их бы пораньше вводить. И как раз такие модельки помогают понять, а когда нужно вводить ограничительные меры, чтобы пресечь, например, заражение, не знаю, одного процента населения, полпроцента населения, то есть какие-то значения. Нет, еще не успел, да. Как раз хочу сделать, да. Да-да-да, конечно, да. Ну, где-то в течение месяца-полутора, наверное, буду доделывать. Еще вопросы. Хакатон сейчас проходит. Hack for Wuhan, получается. Будете участвовать? Не, ну, типа, мне просто интересно, есть ли подобные решения и, типа, будут ли они вообще. Интересно было у вас с какими-то другими решениями сравниться. Это хакатон с открытой темой или там есть задачка? Открытая тема и он онлайновский полностью. То есть приезжать в Wuhan не надо будет. Это хорошо, да. Нет, скорее всего, нет, потому что слишком много всего надо делать и так. В общем, в целом, все IT-шные решения, которые могут приставить, помочь, присылайте, пожалуйста. А, это я скину, конечно, но это не хакатон. Это же просто лист, где все работы по коронавирусу с IT. Хакатон уже называется? Называется Hack for Wuhan. Шикарно. Ну, окей, можно засобить эти, попугать народа. Так, еще вопросы? Верну на красивую картиночку. Или вопросов больше нету. Ну, если кто-то хочет что-то не под запись, то давайте просто поболтаем и тогда к концу подходим. И всем спасибо, и будьте здоровы, и всем пока. АПЛОДИСМЕНТЫ И ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...